Даже у террористических организаций есть свои спецподразделения. И в этом выпуске я расскажу о пяти самых элитных из них. И на пятом месте находится Ирландская Республиканская Армия. В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть, населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании. Тогда как остальная часть стала британским доминионом. С тех пор между сторонниками Лондона и сторонниками независимости практически не прекращается вооруженная борьба. Группировка Ирландская Республиканская Армия в 70-е и 80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике. Террористическая и экстремистская активность Ирландской Республиканской Армии пошла на убыль после подписания в 1998 году соглашения Страстной Пятницы, которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Однако и по сей день в новостях периодически появляются сообщения о взрывах полицейских машин. В настоящее время численность Ирландской Республиканской Армии оценивается в несколько сотен человек. Наиболее распространенное вооружение — это гражданские винтовки, охотничьи ружья, старые пистолеты и револьверы. Армейское оружие — большей частью устаревшее британское. Зато широко распространены взрывные устройства. Основным поставщиком оружия являются Ливия и Ирландская диаспора в Соединенных Штатах. Обвинения в поставках предъявлялись также ЦРУ и ряду латиноамериканских стран. Место номер 4 — Красный отряд Значительная часть Красного отряда, который представляет собой силы специального назначения талибов, была сформирована еще до захвата Афганистана американцами. В состав этого подразделения вошли бывшие афганские военные, дезертировавшие и вставшие на сторону боевиков. В этом подразделении служат как местные жители, которых талибы учили действовать скрытно и эффективно, так и те, кто давно знаком с методами работы подразделений специального назначения. После ухода американцев из Афганистана значительная часть местного афганского спецназа, который обучали много лет, встала на сторону боевиков. Пары недель короткого обучения оказалось достаточно, чтобы спецназ «Талибана» превратился из наспех вооруженной банды в полноценное боевое крыло террористов. Серьезную помощь в этом оказали американцы. В основу подразделения после захвата значительной части страны вошли бойцы местного командос, подготовленного инструкторами армии США и ЦРУ. Их символ — это черные автоматы, скрещенные на красном шевроне. Боевого опыта афганцам не занимать, а мотивация у бойцов специального подразделения на порядок сильнее, чем у обычной армии талибов. Всего в красный отряд входит не менее полутора тысяч боевиков, которые вооружены и оснащены не хуже, чем американский спецназ «Дельта». За хорошую технику и снаряжение нужно тоже поблагодарить американские войска. США оставили в Афганистане не только тысячи тонн обычного оружия, но и специального вооружения для тайных операций, в том числе многоцелевые вертолеты. Отличительной чертой красного отряда стала ночная боевая работа. Значительная часть приграничных территорий с сопредельными странами была захвачена именно в темное время суток. По неподтвержденной информации, именно красный отряд талибы отправили в Паншар, последний неподконтрольный боевикам регион, в котором собирались последние силы сопротивления. Эта провинция была окончательно взята талибами под контроль 14 сентября 2022 года. На третьем месте находятся бригады ИС-1 Аль-Касам. Это часть военного крыла движения «Хамас», названные в честь исламского священнослужителя, создателя и руководителя организации сопротивления «Черная рука» в период британского мандата в Палестине. Руководители бригад ИС-1 Аль-Касам крайне часто меняются, так как далеко не каждый может пережить системные покушения со стороны израильских спецслужб. Структура бригад следует системе регионов и состоит из Северной бригады, Бригады Газы, Центральной бригады, Бригады Хан Юниса и Бригады Рафах. В каждой имеются свои батальоны спецназа и противовоздушные обороны, а также инженерные подразделения и другие специальности. ИС-1 Аль-Касам действуют по модели независимых ячеек, и даже высокопоставленные члены организации зачастую не знают о деятельности других ячеек. Это позволяет группе каждый раз восстанавливать боеспособность после смерти своего начальника. Во время антифады Аль-Акса лидеры организации регулярно становятся мишенями израильской армии в системных бомбардировках с воздуха, в результате которых, как правило, погибают множество руководителей. У бойцов из 1 Аль-Касам на вооружении состоит в основном советское оружие. Однако прославились они своими самодельными ракетами типа Касам. Они имеют дальность от 55 до 160 километров. Есть и собственные беспилотные летательные аппараты, как разведывательные, так и камикадзе. Общее количество бойцов оценивается в 30 тысяч человек, большая часть которых располагаются в секторе Газа. Бригады из 1 Аль-Касам провели множество боевых операций, в том числе похищение израильских солдат. Многие из которых были успешными, однако в мировых СМИ об этом не принято рассказывать. Место номер 2. Спецназ Ингемасия. Это боевики ИГИЛ с пысами шахидов, взрывающих себя в гуще солдат противника. Эта тактика почти не дает сбоев. Наиболее активно исламское государство использует ее с тех пор, как в ряды группировки стали вливаться иностранцы, выходцы из стран Персидского залива и бывших республик СССР. Причем, в отличие от обычных шахидов, целенаправленно идущих на смерть, самоподрыв в гуще врага для них не самоцель, а используется лишь в безнадежном случае. Действие Ингемасии в наибольшей степени испытала на себе иракская армия. Особенно в кровопролитных боях за освобождение города Эль-Фалуджа в мае и июне 2016 года. Именно из-за действий Ингемасии операция по освобождению города выбилась из графика и продлилась гораздо дольше, чем планировали в иракском генштабе. В Сирии была аналогичная ситуация. В июне 2016 года игиловцы организовали мощное контрнаступление на западе провинции Ракка против сирийской армии с применением танков, артиллерии, бронированных джихад-мобилей и Ингемасии. Последние проламывали любую оборону, после чего основная масса боевиков довершала разгром. Начиненные под завязку взрывчаткой и обитые железными листами машины на полном ходу мчались в самую гущу сирийских правительственных войск. Взрывы были такой силы, что элементы брони разлетались на сотни метров. В итоге верные Башару Асаду отряды тогда не смогли сдержать натиск и были вынуждены отступить. У ИГИЛ конвейером практически в промышленных масштабах работает система подготовки отрядов Ингемасии, настоящей элитой среди смертников. Их стандартное снаряжение — это автоматическая винтовка, осколочные гранаты и пояс смертника. При успехе Ингемасии спокойно завершают миссию и возвращаются на базу. Иногда они пускают вход автомобилей с дистанционным управлением и взрывчаткой. Среди основных задач, возлагаемых на Ингемасии, числится захват особо важных объектов, ликвидация командиров и уничтожение военной техники. Операции носят точечный характер и планируются заранее. Итак, самым элитным террористическим спецназом является Бадри-313. Когда вечером 30 августа 2021 года войска Соединенных Штатов окончательно покинули Афганистан, на первых фото и видео из оставленного ими аэропорта Кабула мир увидел хорошо оснащенных бойцов Талибана в камуфляже и армейских ботинках. Это и был отряд Бадри-113, самый элитный спецназ талибов. Само название подразделения связано с героическими преданиями ислама. Оно отсылает к битве при Бадри 7 века, когда пророк Мухаммед всего с 313 бойцами одержал победу над одним из правящих на Аравийском полуострове племен. Битва считается поворотным моментом в ранней исламской истории. Спецподразделение Бадри-313 располагает одними из самых подготовленных и оснащенных бойцов в Афганистане. Вероятно, они прошли базовую подготовку в Пакистане. Их общее количество оценивается около 2000 человек. Они более эффективны, чем обычные талибы с автоматами Калашникова и в шлепанцах. И более подготовлены, чем проамериканские войска Афганской национальной армии. Вместо тюрбана они носят каски с приборами ночного видения. Вместо традиционных халатов – камуфляжную форму и бронежилеты. Вместо сандалий – тяжелые армейские ботинки. В качестве вооружения используется преимущественно натовское оружие. Талибы использовали Бадри-313 против ИГИЛ в период с 2017 по 2020 год. В ходе заключительной фазы наступления, которую талибы вели с мая 2021 года, этот спецназ сыграл ключевую роль в завоевании Афганистана, сталкиваясь лицом к лицу с войсками Соединенных Штатов и солдатами Бундесфера. Причем после победы над афганской армией Бадри-313 стали оснащены еще лучше, поскольку они захватили ее вооружение и технику. Однако помимо военных задач, это подразделение играет и политическую роль. Сейчас основная задача Бадри-313 – это государственная безопасность Талибана. Но чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс Дзен. И про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Харддастер. Всем мира и процветания! Субтитры создавал DimaTorzok